что привет сегодня суббота и мы готовим как всегда вкусный завтрак сейчас покажу вот здесь у нас утиное мясо утка запеченная вчерашняя сыр болгарский перчик немного томатной пасты сейчас это все смешаю и будем делать бутерброды с хлебом и жарить их опять в этой приплющивал чек гриль уже разогрелся здесь уже так вот приплюснут бутербродика вот так вот он получается из-за того что тут сыра но все хорошо слиплось так что сейчас будем завтракать что сделал себе кофе взял в чай молока налил да ну как бутеры здесь вкусно все ты показываешь класс ты еще ни разу не попробовал попробовал сейчас буду фотографировать леденцы вот так вот сложила повезу их сейчас поеду отвезу пряники вот эти вот леденцы и вот тут вот много-много черепашек ниндей вторая коробка антика мне пчелка села на зеркало же такая счастливая купила овощей фруктов и на рынок еще заехал я кое-что на рынке купила кое-что в корзине я тут такая накупила цветочков там еще кабачки наконец-то настоящие салатные листья я прям с голоду взяла видите такой полный пакет мы быстренько съедим они вот такие вот прям плотненькие сейчас преддам и покажу здесь у груш яблоки готовить рагу сейчас супчик с перловкой перловка и мяско уже поварились пока я мыла голову собиралась вот и сейчас приеду быстренько картошку морковку лук туда заброшу лицо будет готов еще соленые огурцы и потом приступлю к рагу на вы сразу хочу приготовить потому что мне сегодня знаете куда сейчас перекрою вас чуть-чуть мне сегодня на фитнес пойду я не в александрию большой плюс того что напротив родителей где раньше был детская игровая комната чердак сейчас там ее уже нету открылся какой-то там фитнес но пойду попробую понравится не понравится потому что ой кочки трудно если честно решится но плюс в том что это напротив родителей еще узнаем расписание сегодня первое пробное занятие 150 рублей стоит вот и расписание если бы была понедельник всегда пятница с 8 до 9 то было бы здорово мне вообще то есть я бы мальчишек завозила до родителей гриша на карате мальчишек до родителей и часик бы там бы занималась а потом брала детей ехала за гриши из карате его забирала и домой мне кажется вообще идеальный вариант вот но посмотрим как как будет что скажет а мы сегодня первая пробная в 6 часов вот я какие цветы купила нютины глазки посадить и вот такой вот один одна это как она гвоздичка цветочки будем сажать так что купила яблоки дети уже половину забрали яблок груши в пятерочке последние они очень вкусные несмотря на то что такие вот уже очень вкусные так три помидора на рынке купила кабачков на рынке не было так надеялась но нет пришлось в корзинке вот купила для рагу огурцы на рынке вот то есть такие мне кажется должны быть вкусненькие пырышки и вот они салатные листья целый пакет еще здесь два огромных корня в общем вот эти мне нравятся очень они плотные прям вот ешь их и они прям очень вкусные еще один баклажанчик тоже дорогу взяла все сейчас буду готовить чала суп а потом рагу вот он супчик тут у меня все лилось когда я уже его перевела пили перелила в другую кастрюлю в общем бульон я варила мясо кусочки вместе с перловкой чтобы это все быстрее сейчас перевела лила в чистую кастрюлю добавила немного воды немного еще рассола с огурцов картошку морковку лук вот жду сейчас покипит и добавлю еще соленые огурцы и все буду заканчивать там зелень будем уже обедать супчик готов с солеными огурцами с перловкой все как я хотела сейчас уже буду накладывать что постывала и звать мальчиков ура такая радость что муж увидел кусок мяса с которого я хочу готовить рагу не разрешил мне это делать он сам приготовить тужин мясо он любит готовить поэтому будет готовить мясо а я только суп сейчас соберусь на кухне потому что тут после меня хоть потоп что называется и буду обедать сама детям наложила но там даша пришла с саши они не хотят заходить пусть чуть чуть поиграют как точно проголодаются придут и не знаю любую по поняли ли вы или нет вообще я как это никак не афишировала что я теперь себе готовлю отдельно может кого-то это показаться странным что это мы так худая но реально у меня в некоторых местах будто хочется вот так взять и вот так отрезать поэтому я решила вес догнать до того состояния который я хочу видеть на весах и это около 65 килограмм и тренировок я просто нашла то меню помните которая вам показала что мне тут калории рассчитали вот готовлю сейчас по нему так афанасия а куда мы кидаем шапку давай пожалуйста навести порядок дети мама сейчас будет ругаться у меня на сегодня я себе уже выбрала я вообще иду не по порядку просто читаю что мне нравится на сегодня у меня была вот глазунья но не с хлебцами я беру просто черный хлеб один кусочек и помидоры груши себе делала вот сейчас мне рогу из говядины рис готовится наполнен будет овощной салат и вот это же рогу из говядины в общем очень удобное меню она рассчитана именно для меня вот на 1400 калорий под мои параметры так а здесь все расписано что нужно делать готовится получается завтрак готовлю и обед и ужин это вместе и и на ужин может быть или салат с мясом ну короче можно это все переставлять можно есть вместе главное съесть точно это все вот так что сейчас рис и здесь написано 50 грамм сухого продукта антош пожалуйста не мешай мне сухого продукта я варю один пакетик в котором 80 грамм риса и уже перечитал что это 162 с половиной грамма мне нужно на обед и говядину в отрагу не знаю понятно и объясняю или нет здесь завтра у меня будет творожная запеканка с грушами вот тунец в общем буду вот выбрала себе на завтра такое меню потом смотрю что нужно по продуктам покупаю хлебцы не покупаю мне не нравится беру кусочек черного хлеба и авокадо соответственно у меня есть выбрала с авокадо чтобы вторая половина не пропала в общем только из-за этого выбрала меню где есть авокадо в инстаграм эту девочку food там чего-то жени зовут и заказала семью у нее там бывают скидки 399 рублей отправляешь с веса рост возраст к бжу считают ну к бжу можно и самим посчитать вот у меня где-то вот так и выходит к бжу с моим весом 72 килограмма я уже не первый день себе готовлю и уже вешу 70 килограмм сегодня утром ровно а вот поэтому мне нравится может кто-то подумает что я какая-то больная честно я иногда думаю когда смотрю youtube там все почему-то худеют но я знаю себя что если как я сижу не сказала если я не начну то она сама не начнется поэтому решила все-таки вес держать форме я понимаю там еще 2 200 нужно пить воды мне поэтому я в общем все это делаю не знаю насколько мне хватит если честно но мотивация youtube мне кажется интересная так что если хотите будем вместе готовить какие-нибудь мне вообще знаете чем нравится это меню и моя семья это заметила что блюда стали разнообразнее что вот я смотрю что я себе готовлю вот у меня сегодня было рагу хотела им приготовить но они не захотели знаете не какое-то похудение к лету которая потом закончится хочется просто просто уменьшить желудок который растянулся и живот который тоже растянулся я после родов афоне уже пять лет будет ни разу не какие там не диеты я знаете почему стала готовить отдельно себе чтобы стройнеть и ну то есть не так что я не ем после шести или там еще чего то то есть я не хочу себя загонять вообще в бешенство а я ем там нормальные порции но с колоражем да поэтому вот так вот решила сама для себя уделять себе в этом плане получается больше времени потому что готовлю и себе и мальчишкам вот ну пока мне все нравится не знаю долго ли меня хватит так вот моя порция говядина с рисом что ты забыл а это в стирку положить дети выходят на улицу это называется дубль 2 да вторая пара штанов а что ты кроссовочки вон те не хочешь то есть уже все одели по другим штанам поэтому а носки афоня мы сейчас будем ссориться ну-ка на одевай носки одевай нет это ты сам одевай вот вторая уже пара носков пошла это надо не в стирку это надо на тебя одевать вот это чистое надо на тебя одевать а ты пошел афоня афоня мы сейчас поссоримся чтобы у тебя память была хорошая хочешь ага все ты пошел что это сломал ножнички ну ничего страшного так все давай закрывай дверцу тоже подожду пока котел разгорится и пойду на улицу сужать цветы Соха тоже поговорил с башкой Галей да что там башка рассказала что у них уже баня достроена осталось убрать да вот летом приедем и мы будем начинать дверцу тогда нет я с девушкой уже хочу увидеться да ну почему на этих панипулах мы не поедем ну потому что еще холодно вот папа сказал чуть теплее станет поедем обязательно уже ж мы на рыбалку с бабушкой с девушкой поедем уже ж на бычка а у нас не так холодно у них ветер да у них чуть холоднее ну потому что а девушка там хорошо поживает бабушка тоже да все хорошо да а я на эту девушку приготовлю когда мы будем выезжать мы будем приезжать что чипсы чипсы ну или лучше мороженое да она скажи вам ты лучше мороженое ешь чем чипсы угу ну скажи правду конечно ну что я выехала и цветы так и не успела посадить ну ничего они же в горшочках поэтому они точно не завянут с ним все будет хорошо завтра мне никуда ехать не нужно я буду сажать цветы фух что хотела еще сказать что я молодец в плане того что я поболтала со всеми знаете иногда общение очень важно все равно дела их куча но вот поговорить я пока ехала я пока заправляла кровати диваны поболтала с бабушкой Галей потом еще пока убирала на кухне с кумой Аней фастовой поговорила в общем прям наобщалась и Антоха с бабушкой Галей поговорил все довольные и счастливые остались поэтому вот а могла бы быстренько все сделать не болтая и еще успеть цветы посадить но вот вот как то вот так вот не успела но ничего общение тоже очень важно хоть по телефону мы конечно уже так давненько не были у родителей надо надо выбираться но пока со временем не очень так что если вы тоже давненько не звонили родителям то мне кажется самое время это сделать вот сейчас все бросьте позвоните родителям а я пока еду на фитнес Маргарита сказала Вера говорит я сейчас иду на фитнес а она говорит ей Марго ты что толстая ты не толстая тебе не надо на фитнес но учитывая что я после троих детей родня после четверых детей никак не приводила себя в форму я вот вообще никак за собой не следила и поэтому плюс 10 кг вот но сейчас меня даже не килограмма волнует а именно мой живот и руки руки мне не нравятся и живот ну как всем нормально наверное мамашкам которые родили но я себя утешаю тем что я родила трое детей вот прям утешаю но я же их не проглотила знаете я же их всего лишь родила поэтому теперь буду заниматься собой пока есть время а потом у нас огород поэтому не знаю как будет мы сходили с роднёй на фитнес мы думали что это фитнес а оказалось это танцы родня тебе понравилось? мне понравилось нет? не понравилось? понравилось а мамая почему пошла в гости? просто пошла в гости так что это круто мы теперь будем ходить вторник и субботу вообще те дни которые я даже не думала а я и так хожу на танцы вот и Зоя ходит на танцы да Зоечка? и тетя Вера теперь ходит на танцы и мама теперь мы будем танцевать мне теперь будут звезды все все звезды? папа готовит ужин я уже приготовил уже готова? да а я картошку начистила так что мы еще сделали салат сейчас будем ужинать не забыла добавить семена льна все у себя нету а что ты меня отвозила картошку? хотя бы только я забыла а он побушал он поехал ну как тогда побушал я вижу как он бедный не ну он же нормальный мужчина я intox甘 автор Просыпайся. Учила? Да. А Петь? Ты еще Петь не научился? А я только так могу. А Петь ты еще не научился? Только играть? Мне надо микрофон. Ну, пойди поищи микрофон и давай Петь. Мама, у нас нету, надо заказать. Да? А где его будем заказывать? Позволим, чтобы нам привезли. Да? Хорошо. Ну, попробуй без микрофона петь. Получится? Ладно. А ты песню-то хоть знаешь, сынок? Ну, ладно, попробуй. Ну, давай. Пусть бегут неуклюжие пешеходы. Давай эту песню. В метель ей пела песенку. А пой. 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 Хорошо. Дядя Виталик за рулем. И папа. И папа. Иди не сюда. Да ты че? Вон, дядя Аня. Иди, Аня Масимов. Ага. Иди, Аня Масимов. Продолжение следует...